Ролик выходит при поддержке магазина оригинальной техники HiStore. В HiStore огромный выбор техники Apple, Samsung, Xiaomi и других брендов по самым приятным ценам. В HiStore есть рассрочка без первоначального взноса. Вы можете приобрести любую технику за 0 рублей и сделать первый платеж только через месяц. Помимо этого, вы можете сдать свое старое устройство и получить приятную скидку на покупку нового. Магазин HiStore работает с 2012 года и за это время успел порадовать десятки тысяч новых клиентов. Их магазины расположены в Москве, Самаре и в Екатеринбурге. Если вы задумались о покупке новой техники, то выбор очевиден. Тем более, по моему промокоду КОПИПАСТА вас ждет приятная скидка на покупку нового гаджета. Ссылка на магазин находится в описании. Макеты смартфонов в линейке iPhone 16 появились на фотографиях. Инсайдеры разочарованы цветами новинок. Apple работает над собственным роботом. Появилась дата выхода гибкого смартфона от Apple. А в iOS 17.5 можно будет устанавливать приложение прямо из браузера. Но есть нюанс. Ведь Apple была бы не Apple, если бы не сделала это с костылями. Это подборка самых интересных новостей из мира Apple, но перед началом рекомендую подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Всем привет, вы на канале КОПИПАСТА, у микрофона Антон. Поехали! Начнем с макетов. Традиционно. Чем ближе мы с вами к анонсу смартфонов и старту их производства, тем больше подробностей публикуется в сети. На фотографиях красуются макеты всех четырех смартфонов линейки iPhone 16. Такие макеты уже стали рассылать партнерам Apple. Именно благодаря им производители делают аксессуары. Чехлы, всевозможные пленки и защитные стекла. Но нас же с вами интересует дизайн. Давайте посмотрим поближе. Все четыре смартфона будут иметь кнопку действия на левой грани смартфона. Сейчас такая кнопка доступна только на смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. На правой грани, помимо кнопки включения, появилась новая кнопка спуска затвора, благодаря которой взаимодействовать с камерой станет проще. Младший iPhone 16 и 16 Plus получат двойную основную камеру с вертикальным расположением. Выглядит аккуратно и симпатично. А вот размеры немного изменятся. Смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max станут еще больше. Ожидаются, что iPhone 16 Pro получит 6,3-дюймовый дисплей вместо текущих 6,1 дюймов. А iPhone 16 Pro Max – 6,9-дюймовый дисплей вместо актуальных 6,7 дюймов. Теперь о цветах. Китайский портал MyDrivers раскрыл данные о цветах. По их данным, смартфон iPhone 16 Plus уже поступил в производство и упоминается несколько цветов – светло-голубой и зеленый. Причем люди на производстве утверждают, ох уж эти слухи, ну да ладно, что смартфон получился крайне некрасивым. Это, конечно, все дело вкуса, но цветовая линейка iPhone 15 и 15 Plus просто отвратительная. И, если честно, последний раз смелыми и яркими цветами нас радовали в iPhone XR и iPhone 11. А сейчас все какое-то блеклое, невнятное… Хотя, с другой стороны, большинство носит смартфоны в чехлах, и разницы особо не заметят. Покажут смартфоны линейки iPhone 16 в сентябре, и, однако, уже сейчас можно практически с уверенностью говорить, какими будут смартфоны. Остается надеяться, что компании есть чем нас с вами удивить. Ну а мы идем дальше. В мае этого года, по данным инсайдеров, нам могут показать новые iPad Pro и iPad Air. А портал 9to5Mac получил данные о новом цифровом перье Apple Pencil 3. В коде iPadOS 17.5 обнаружен новый жест под названием «сжатие». Этот жест можно использовать для быстрого взаимодействия. Например, для добавления фигур, подписей, наклеек или текстового поля. Предположительно, жест будет запускаться при нажатии на поверхность Apple Pencil. Согласно отчету Bloomberg, Apple планирует представить новые модели iPad в начале мая. Наряду с новыми iPad, компания также анонсирует Apple Pencil 3 и обновленную клавиатуру Magic Keyboard. Умная машина от Apple потерпела крах и не выйдет. Однако компания не опускает руки и бросает все силы на новый проект. Как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, следующим Next Big Thing от Apple может стать домашний робот. Речь о роботе-помощнике, который сможет помогать в домашних делах. Также упоминается настольное стационарное устройство с экраном, видимо, для управления роботами. Проект находится на ранней стадии и, как в случае с машиной, может быть вовсе отменен. Однако то, что компания работает в данном направлении, вызывает уважение. Хотя подумайте, робот от Apple. Попросил ты его помыть посуду, а он тебе сразу счет на оплату. Ну, это, конечно, я шучу, но в любом случае интересно наблюдать, как компания пробует себя в разных сферах, порой довольно неожиданных. Гибкие смартфоны – это уже привычная история. Такие гаджеты есть у всех брендов, причем есть очень даже удачные варианты. Тот же OnePlus Open или Galaxy Fold. Однако Apple отстает от конкурентов, и мы с вами не увидели ни гибкого смартфона, ни гибкого планшета. Портал Gizmo China раскрыл ориентировочные сроки выхода первого гибкого iPhone. Так, по их данным, смартфон покажут либо в четвертом квартале 2026 года, либо в первом квартале 2027 года. Ждать еще очень-очень долго. Учитывая, что первый складной смартфон Samsung был показан в 2019 году, яблочной компании понадобилось 8 лет, чтобы догнать конкурента. Однако тут история, как и всегда, не в том, кто первый, а в том, кто сделает лучше. Я уверен, что после выхода гибкого iPhone, интерес к такому типу устройств вырастет в разы. А Apple в очередной раз покажет, как нужно делать качественные и надежные устройства. Единственное, что может подкачать, так это цена. iPhone Fold явно не будет доступным гаджетом и будет дорогим. Ну, в этом я точно уверен. Мы живем в эпоху чат-ботов с ИИ. У Google есть Jiminy, есть чат GPT от OpenAI. Однако чат-бота от Apple может и не быть. По крайней мере, пока. Как сообщает портал MacRumors со ссылкой на Марка Гурмана из Bloomberg, Apple не планирует использовать собственного чат-бота с генеративным искусственным интеллектом в iOS 18 и других операционных системах. Гурман по-прежнему ожидает, что ИИ будет в центре внимания на конференции разработчиков WWDC 2024. Он повторил, что Apple планирует анонсировать новые функции искусственного интеллекта, которые помогают пользователям в их повседневной жизни. Но не сообщил никаких конкретных подробностей. Покажут iOS 18 уже совсем скоро. 10 июня на мероприятии WWDC 2024. Евросоюз продолжает делать iOS более приятным. В обновлении iOS 17.5 появилась возможность загружать приложения со сторонних сайтов. Но тут есть множество «но». Во-первых, это возможно только для пользователей из Евросоюза. Во-вторых, чтобы приложение можно было скачивать с сайта, разработчик должен соответствовать определенным критериям. Он должен быть участником программы Apple Developer Program в течение двух лет. А также иметь заверение Apple и опубликовать прозрачную политику сбора данных. Apple предоставит авторизованным разработчикам интерфейс API, который позволит им предлагать свои приложения для загрузки через интернет. Приложения, загруженные таким образом, можно будет восстанавливать и обновлять. Евросоюз такие правила Apple наверняка не устроит. И нас еще ждут разбирательства. Вдобавок, другие правительства тоже рассматривают аналогичные законопроекты. Так что в ближайшие пару лет мы с вами ждем нормальные возможности и варианты для установки приложений, для выбора сторонних сервисов и прочего. Но в конце концов, почему на MacBook я могу поставить сторонние программы, а на iOS нет? Вот эту проблему в будущем, я надеюсь, смогут решить. А нужна ли вам установка сторонних приложений в iOS? Ваши мысли по этому поводу мы, как и всегда, ждем в комментариях к видео. Все комментарии мы обязательно читаем, а на самые интересные с радостью отвечаем. Ну и самое главное, что вы можете сделать, это подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход свежих видео. Вы были на канале Копипаста у микрофона Антон. До связи и хорошего дня!